Музыка Против Сирии идет спланированная, достаточно хорошо организованная война на регулярной основе. Воюют вооруженные формирования, хорошо обученные, хорошо вооруженные, имеющие поддержку со стороны Катара, Саудовской Аравии, Турции. Некоторые группировки получают американское оружие, некоторые группировки действуют самостоятельно, другие координируют между собой военные действия. Поэтому говорить о терроризме я бы не стал здесь. То есть терроризм – это просто неконвенциональный метод ведения войны. Здесь мы имеем дело с агрессией, агрессией против Сирии, как против суверенного государства. Это очень важный момент. Более того, конечно, есть, безусловно, вооруженная оппозиция внутренняя, но есть несколько наиболее крупных группировок, которые являются несирийскими по происхождению, по своему генезису. Это исламское государство, которое изначально на территории Ирака появилось, и большая часть руководящего состава этой группировки – иракцы. Там много бывших офицеров армии Саддама Хусейна, бывших боосистов. А сейчас идет очень сильный приток из-за рубежа кадров. Там можно встретить тунисцев, еменцев, даже один немец, гражданин Германии, перешедший в ислам, вот он командует одной из армии сейчас исламского государства. Но разве можно этих людей считать сирийской оппозицией? Это нонсенс. Взять другую группировку Джабхата Нусру. Вот 27 мая канал Аль-Джазира показал интервью с лидером Джабхата Нусра Абу-Мухаммедом Аль-Джулани или Аль-Галани, по другим данным. Очень интересное интервью, 45 минут он продолжался. Человек не показал своего лица ни разу. Его снимали со спины, он еще был завешан платком. Но вот что это за лидер оппозиции, который боится показать свое лицо? Тоже большой вопрос. Потом этот лидер сказал по поводу каких-то своих планов, мне позвонил доктор Завахери из Пакистана и сказал, вот это не надо делать, а вот это делать надо. То есть, какой же это лидер сирийской группировки, который получает указание от египтянина, скрывающегося в Пакистане? Соответственно, конечно, здесь надо очень делать большое различие между теми группами, которые ведут. Войну против законного правительства. И, безусловно, большинство из них, оно является внешним по своему происхождению, по своему финансированию и так далее. Как уже сказали мои коллеги, я не буду повторяться еще раз, конечно, тяжелейшая ситуация в стране экономическая, экономика разрушена вот этими четырьмя годами войны. И вот Борис Васильевич сказал, что мы не заметили, вдвигаясь из Ливана в Сирию, никаких признаков войны. Но это потому, что вот этот участок границы, благодаря усилиям сирийской армии, Хизбаллы, он был очищен уже от боевиков. Действительно, это спокойный участок. Но очень много регионов в Сирии, где война идет, война полномасштабная, с применением тяжелых видов вооружения. Разрушаются целые города, деревни, гибнут люди и так далее. И действительно, 7 миллионов населения в Дамаске, действительно, 85% населения Сирии, оно проживает на территориях, контролируемых правительством. Хотя правительство контролирует, ну, есть разные данные, потому что линия фронта меняется. Кто-то говорит, половину страны территории, кто-то говорит, 60%, кто-то больше. То есть, большинство сирийцев просто не могут физически жить на территориях, контролируемых боевиками. Что боевики не могут обеспечить элементарные какие-то вещи. Там, подачу электроэнергии, медицинское обслуживание, прием беженцев, значит, раздачу, ну, такой минимальный, хотя бы, продуктовый корзин, но уж совсем неимущим, с семьям, которых очень много там появилось. То есть, население бежит на территории, подконтрольные правительству. Это показывает доверие и поддержку правительству Баршара Асада со стороны большинства сирийцев. Из этого надо исходить. Поэтому, конечно, международное сообщество ведет себя по отношению к Сирии, ну, я бы сказал так, по-хамски очень. И очень жестоко. Если международное сообщество озабочено правами человека в Сирии, соблюдением этих прав, то сначала нужно, прежде всего, снять экономические санкции с Сирии. Это первым шагом будет. Вторым важным шагом, который должен быть предпринят, это должно быть прекращение внешней подпитки боевиков и противоборствующих группировок. Если такое финансирование, внешняя подпитка будет прекращена, то в течение полутора-двух лет, я считаю, что сирийцы между собой разберутся, так или иначе. Самые экстремистские группировки будут уничтожены, с более умеренной противостояния за стол переговоров и найдет какой-то консенсус. Но пока будет продолжаться внешняя поддержка, будет продолжаться сирийский конфликт.